Я хочу, чтобы Бог благословлял нас снова и снова. И я хочу говорить сегодня о том, что христиане должны делать, но они не делают или делают очень редко. Я думаю, вам интересно знать, что мы должны делать, но если и делаем, то очень нечасто. Но к этому призывает нас Бог и Библия. Поэтому тема моей проповеди сегодня будет «Но и обличайте». Но и обличайте. Если говорить об этом, то надо сказать еще то, что в плане своего собственного дома обличений достаточно. Иногда даже больше, чем надо. А в плане большого дома, то есть церкви, иногда их бывает очень мало. В Библии написано, в притче 27.5, «Лучшее открытое обличение, нежели скрытая любовь». Избирайте лучшие. Воспитание детей, и не только детей, это любовь и дисциплина. Если только любовь, значит, дети будут невоспитаны. Если только жалеть и больше ничего не делать, мы не сможем способствовать духовному росту или же правильно воспитать того человека, к кому это относится. Библия говорит, «Лучшее открытое обличение, нежели скрытая любовь». Кому нужна та любовь, которую нельзя ни почувствовать, ни пережить? Причем любовь, любовь – это не только, когда мы просто сочувствуем или жалеем друг друга, но любовь – это когда мы учувствуем в судьбах друг друга, когда нам не безразлично то, что происходит во мне и вокруг нас. Истина состоит в том, что Бог благоволит к нам, но Исаия в 49 главе говорит, что грехи наши разделили нас с Богом. И когда это произошло, то послушайте, о чем он тосковал, как пророк Божий? Я хотя бы некоторые стихи просто напомню. Он говорит так, «Никто не возвышает голоса за правду и никто не вступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь. Зачинают зло и рождают злодейство. Потому, говорит, и суд происходит превратный. Суда праведного нет». Почему это? Люди как бы жили в каком-то обеспечии, в безразличии. Он говорит, что грехи ваши разделяют вас с Богом. Бог благоволит к вам, но ваша жизнь, ваше поведение, оно не угодно Богу. Почему? Потому, что никто, никто не возвышает голоса за правду, не вступается за истину. Каких действий ожидает от нас Бог, когда мы видим, что ваши знакомые или на ваших глазах люди грешат? Вообще, как помочь человеку избавиться от греха? Что об этом говорит Библия? Первый стих – это Иуды 1, 23. Вы можете увидеть и услышать. Написано так. «А других страхом спасайте, и строгая из огня, обличайте же со страхом». Это только часть стиха. Этот стих уже показывает, какое у нас должно быть отношение к греху. «А других страхом спасайте». Другими словами, Библия говорит, что грех, он несет в себе смертельную опасность. Поэтому нельзя быть равнодушным ко греху или смиряться с грехом. И основное мое ударение следующее – что делать, если верующий вдруг впал в грех? Или, как я уже сказал, люди на ваших глазах грешат. Я уже сказал, мы должны действовать быстро, как бы и строгая из огня. То есть грех настолько опасен, что человек сгорает в нем. И если мы просто равнодушно наблюдаем за тем, что происходит вокруг нас, мы делаем преступление пред Богом. И вы здесь видите стих Иезекииля, 33 глава, 8 стих, там написано так. «Когда я скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщет руки твоей». Все. Если на ваших глазах кто-то делает грех, и ты промолчишь, то грешник ответит за свой грех. «Но себя я взыщу за твое равнодушие или за твое молчание». Все. Библия призывает нас к очень активным и решительным действиям. Здесь никакие сладкие речи или уговоры не помогут. Здесь надо действительно выхватить человека из этого бедственного состояния. Просто достучаться до сердца человека, чтобы он услышал, чтобы он остановился. Итак, чему призывает нас Бог и Библия? Можно назвать это одним словом, которое я сказал в самом начале. Обличайте. В Ефесянам 5, 11 там написано, вы можете этот стих выучить наизусть. Написано так. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». И дальше написано, почему это важно делать. «Ибо о том, что не делают тайно, стыдно и говорить». Безусловно, христиане, они люди умные. И обычно, если они делают какие-то греховные вещи, они собираются по группам или по роду. И в этой определенной группе, общаясь, они делают какие-то общие грехи. за этот круг общения, то, что происходит здесь, практически ничего не выходит. Потому что, если выйдет что-то, это считается предательством, и его больше не примут в это окружение или в этот круг. Но те, которые составляют этот круг, их объединяет не Христос, а иногда просто общее увлечение и грехи. Истина есть в том, чтобы мы подружились с Иисусом. Вы можете объединяться в разные группы, но весь вопрос в том, что объединяет вас, какие цели вы преследуете и чего вы желаете достичь. Написано, не участвуйте, вы скажете, я не участвую. И слава Богу, если это так и есть. Но следующая часть стиха говорит так, но и обличайте. Вот вы задайте вопрос самому себе, кого вы обличили последний раз, хоть в течение месяца? Я помогу вам ответить на этот вопрос. Есть люди, которые заняты этим даже чрезмерно. А есть люди, которые никогда этого не делают. Это одна крайность и есть другая крайность. Но это слово, оно обращено ко всем детям Божьим. И не участвуйте. Что значит участвовать? Это значит иметь какое-то отношение в мыслях, на словах или на деле. Иметь отношение к тому, что происходит вокруг вас. Это значит участвовать. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Осудить человека – это сказать, что ты просто беспутный или тупой, или ты всегда таков и так дальше. Это осудить. А обличить – это пролить свет на что-то. Это очень нелицеприятный разговор. Это можно сказать, открыть глаза и указать на подлинное состояние вещей. Это значит обличить человека. Но и обличайте. Я хочу, чтобы мы услышали этот призыв и взяли на свое вооружение. Послушайте, многие преступления совершаются в мире при молчаливом согласии присутствующих. Запомните это. Многие падения, большие или малые, они происходят при молчаливом согласии присутствующих. Но и обличайте. И если вы уже согласны, это делает следующая моя мысль. Как мы должны обличать? Обличайте с любовью. Почему с любовью? Потому что обличение – это не избиение, а это помощь. Библия говорит так, Галатам 6.1. Братья, если упадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такого в духе, в кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. То есть, если вы будете обличать или пытаетесь кого-то обличить, вы должны быть в правильном состоянии духа. В духе кротости наблюдая, что? За собою. Истина, святость, она всегда объединяется или исходит из милосердия. То есть, святость и милосердие – это, можно сказать, то, чем живет действительно, истинно человек, стремящийся к святости. И цель обличения – это исправить человека, это человеку помочь. Бог был милостив к нам, когда простил нам грехи наши, когда мы пришли к нему. И ввиду этого мы должны быть милостивы по отношению к другим людям. поэтому обличение наше, оно должно исходить от правильного состояния, и оно должно быть основано на любви. Вспомните Лота. В свое время, в свое время Бог проявил к нему свою заботу и милость. И Бог торопил его, чтобы он быстрее вышел из Содома. И написано, ввиду того, что он медлил, ангелам пришлось, можно сказать, принудительно увезти ее оттуда, иначе он что? Погиб. То есть, если вы видите согрешающего человека, вы должны предпринять все возможные средства, чтобы увезти подальше этого человека от опасности. Ваше молчание – это косвенная поддержка всего того, всего того, что делают те, которые вокруг вас. Даже если вы этого не делаете. Поэтому ответственность на нас очень и очень большая. Поэтому мой призыв, Господи, помоги нам быть сострадательным к тем, кто делает грех. Вы готовы сказать аминь? Второй мой призыв, Господи, помоги нам быть неравнодушными к тому, если вокруг нас люди делают какие-то преступления или грехи. Вы готовы сказать аминь? И помоги нам, Господи, третий призыв, донести истину для тех или тем, кто находится в серьезной опасности во имя Иисуса. Слава Богу! И еще одна моя мысль – научитесь принимать обличение. К сожалению, только немногие верующие люди, они способны выслушать слова обличения. Только немногие. Я извиняюсь, что я так говорю. выслушать мужественно, выслушать и принять, выслушать и сделать выводы, выслушать и что-то исправить. Мне понравился недавно один пример, как один человек сказал, что вообще-то в христианстве есть два вида лошадей. Одна лошадь рабочая, а другая цирковая. Так вот эту рабочую, что рабочая делает? Она везет, что-то тянет, тащит, а цирковая, говорит, перышко в грибу, перышко в хост и по кругу, вперед по кругу. Все. И говорит, если вы просто встретите что-то подобное, это как образы. Но, говорит, если вы рабочую лошадь будете обличать, она примет, она исправится и она дальше будет тянуть воз. Но если вы цирковую затронете, беда будет серьезная. Научитесь принимать обличение. Смотрите, как написано в псалом 145 стих. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня это лучший елей, который не повредит, в голове моей. Меня этот стих вдохновляет. Смотрите, пусть наказывает меня праведник. Это милость. Наказание, это что-то серьезное. Наказание, это сопряжено с болью. Это определенные страдания. Но Библия говорит, если это праведник делает, то это милость. То это милость. То это милость. И дальше написано, пусть обличает меня это лучший елей, который не повредит голове моей. Елей – это помазание. Всегда, когда вы будете слышать о помазании, вы редко услышите о подобном виде помазания. Вы будете слышать о силе, о действиях, о чудесах. Но Библия говорит, это лучший елей, который не повредит голове моей. Определенное помазание или присутствие Божие, оно может скружить голову человеку. А обличение, оно всегда человека ставит на место. Только наша готовность принимать эти обличения, и тогда жизнь Божья и благословение Божие в нашей жизни умножится. Есть христиане, которые наизусть знают Библию. Они эти цитаты просто цитируют без остановки. Но они не готовы, чтобы их критиковали или им делали какие-либо замечания, а тем более исправляли. Но послушайте, мудрый, он открыт для обличения. Он мудрый, потому что он открыт для обличения. Смирение вообще это неуязвимость, а обличение с любовью это помощь. Слава Богу! Еще раз, смирение это неуязвимость. То есть, такого человека достать, вывести из состояния покоя, причитить ему боль невозможно, потому что он неуязвим. Вот представьте себе, как это работает практически. Подошли люди и говорят, вам это надо изменить в церкви, а это надо исправить. Какая ваша реакция? Я слушаю, думаю, и говорю, что я думаю, что нам изменяться надо еще больше, чем вы думаете или то, о чем вы нам сейчас сказали. И человек услышал и говорит, да нет, все не так уж и плохо. Я привел вам этот пример не случайно. Что было бы, если бы мы пошли в встречную атаку, а ты на себя смотри, а вы там в своем, в своих церквях разбирайтесь и так дальше, это было бы уже напряжение, это была бы горечь, это было бы недопонимание, но смиренный человек, он неуязвим. Поэтому как вы реагируете на обличение? В этом суть христианства. Есть выражение, и я этому верю. Хочешь узнать человека, обличи его. Этим редко пользуется, особенно молодежь, при выборе жениха и невесты. Они говорят только приятное друг другу. Но вы так вряд ли узнаете человека. А вот хорошо выговори после каких-то например особых каких-то благословений и чувств, и вы увидите истинную суть, которая сокрыта в человеке, но и обличаете к этому призывает нас Бог и Библия. Поэтому научитесь принимать обличение, и чтобы этот материал вы лучше усвоили, я привожу вам три примера, и мы будем молиться, как люди реагировали или реагируют на обличение. Три примера из Библии. Первый пример – это реакция Авенира на обличение. Реакция Авенира «В свое время Иосифей сын Саула подошел к нему к Авениру и сказал «Зачем ты вошел к наложнице отца моего? Зачем ты это делаешь? Зачем ты это сделал или делаешь грех?» Реакция Авенира послушайте Авенир сильно разгневался на слова Иосифе и сказал А у него было что сказать Послушайте Он сказал «Я оказал милость в дом отца твоего Саула Я тебя не предал в руки Давида А ты взыскиваешь на мне грех из-за какой-то женщины Все То что сказал Авенир было правдой Но почему я привожу этот пример Потому что я хочу чтобы вы услышали реакцию этого человека на обличение Послушайте сейчас меня внимательно Плотской человек на любое обличение или замечание реагирует гневом Еще раз Плотской христианин он на любое обличение у него будет реакция подобная Авениру он будет реагировать гневом У него всегда есть что сказать в защиту свою но послушайте что произошло потом после Авенир перешел на сторону Давида и вскоре погиб то есть случилась какая ситуация он не принял это обличение он был неправ пред Богом ему было справедливо подсказано но он был очень влиятельный человек и военачальник и он допускал такую мышь что ему то это возможно весь Израиль в то время шел за ним и только Иав он поддерживал там Давида но в основном Авенир поддерживал Саула и когда его обличили он оставляет это родство Саула и переходит на сторону Давида но и это не спасло его вскоре он просто погиб научитесь принимать обличение пусть обличает это лучший елей который не повредит голове моей многие желают елея ищут помазания в свою жизнь но они не научились принимать обличение следующий пример из Библии это реакция Ирода на обличение Иоанна Крестителя здесь еще посерьезней в начале Ирод посадил Иоанна Крестителя в темницу а потом ему вообще отрубили голову вы скажете почему послушайте что Библия говорит об этом Матвея 14 3 4 ибо Ирод взял Иоанна связал его и посадил в темницу за Иродиаду жену Филиппа брата своего потому что Иоанн говорил ему не должно тебе иметь ее очень интересное заявление он забрал себе жену у своего брата тоже будучи царем или правителем он понимал что ему все возможно но нашелся же смелый человек это действительно отчаянный и смелый человек имя ему было Иоанн Креститель и он сказал не должно тебе иметь ее и только за этот поступок его связали и посадили в темницу я думаю теперь вам понятно почему так мало охотников кого-то обличать потому что человек думает так и своих неприятностей и так хватает а еще кого-нибудь там затронь зацепи кому это все надо идет как идет но Библия говорит и не участвуйте в бесплодных делах тьмы это дела которые никакого плода полезного не приносят но и обличайте или отрезвляйте иначе вы будете участниками в их преступлениях об этих людях написано видишь вора сходишься с ним ты сам не воруешь сходишь Давайте проследим, как развиваются события дальше. Почему же ему отрубили голову? Потому что, послушайте меня, в этой семье, как в семье обычной, после того, как он обличил Ирода, Ирод, наверное, жаловался, изливал свою боль в своем доме. Об этом знала его жена, которую он забрал своего брата. Знала семья. Часто то, что происходит в вашем доме, это следствие чьих-то неправильных действий или решений. Он допустил обиду. А представьте, как он затронул вот эту жену, Иродиаду. Все в ней поднялось. Все в ней закипело. Она готова была ее убить, как только она это услышала или узнала. Просто возможности не было. Но наступил какой-то там был, какая-то пирушка. И дочь, написано, плясала так, что она угодила Ироду. И тот что-то ей важное пообещал. И там написано, мама научила. Пусть принесут на блюде голову Иоанна Крестителя. Скажите, пожалуйста, эта голова надо была этой дочери? Абсолютно нет. Молодежь, вы здесь? Да лучше бы папа машину купил. Ну, по-современному. Лучше он действительно на какой-то круиз меня отправил или еще что-нибудь. А вот эта отрублена голова, ей совершенно было не надо. Но послушайте, это результат неправильной реакции на обличение. Когда идет обличение в вашу сторону, то у вас две могут быть реакции. Или вы думать будете, как это человека убить. Или же вы примете к исправлению, и это поможет вашему исцелению. Я хочу просто донести вам эту мысль. Обычно христиане не убивают. Потому что, в конце концов, они же не Ироды. Но когда они неправильно реагируют на обличение, то они занимают такую самую оборону, что вам мало не покажется. И у вас одно будет на уме. Лучше бы я его не трогал. Но это не меняет ситуации к лучшему. Не участвуйте в бесплотных делах тьмы. Но и обличайте. Последняя реакция Давида на обличение. Давид сделал преступление и грех. Пришел к нему пророк Нафан. Очень интересно действует пророк Божий. И он сказал ему быстро причту, что в одного человека было много овец, он был богатым. А в другого была только одна. И он вложил туда в сердце и душу. Но пришли гости к богатому человеку. Ему стало жалко своих. И он взял у этого бедняка единственную. Зарезал и накрыл стол для гостей. Вы знаете, какая была реакция Давида? Когда он это услышал, он сказал смерть этому человеку. Но следующее предложение, которое сказал пророк, звучало так. Ты этот человек. В Библии написано не судите, да не судимы будете. Но сегодня у меня другая тема. Еще раз. Смерть этому человеку. Он сделал большое преступление и грех. Но вся беда или трагедия была Давида в том, что он не знал, что это к нему относится. Что меня здесь больше всего удивляет. И сказал Нафан Давиду, ты этот человек, я помазал тебя в царя над Израилем. Я избал тебя от руки Саула. Я сделал для тебя то и то и то. И дальше. Зачем же ты пренеброг слову Господа, сделав зло пред очами его? Урия, хатиянина, ты поразил мечом, а жену его взял себе в жену. Зачем ты это сделал? Вы знаете, что меня удивляет? Это то, что Давид был царем, уважаемым, пред которым все трепетали. Какое надо было мужество иметь? Какое надо было мужество иметь, чтобы пойти его обличать? Он мог сказать, ладно, с овцой, то я тут не все понял. Ты выиграл. Но следующий шаг, он мог сделать то, что сделал Ирод. Вы знаете, когда идет такое обличение, надо или обличающее убрать, или самому измениться. Вообще, вот в вашей жизни кто обычно виноват? В некоторых постоянно кто-то. неприятности, это они. Болезнь, это он. Все где-то, но только не я. Но, Господи, помоги нам понять Твою истину. И вот смотрите, что говорит Бог. Вот я воздвигну на тебя зло из дома твоего. Это первое, первое наказание. Дальше второе. И возьму жен твоих пред глазами твоими и отдам ближнему твоему второе. Третье. Ты это сделал тайно, а я сделаю явно пред всем Израилем и пред солнцем. И четвертое. И умрет у тебя сын. Что может быть ужаснее услышать вот такой приговор? Дома у тебя будут неприятности, жены твои будут отданы другому, об этом узнает весь Израиль и умрет у тебя сын. Какая реакция Давида была на это обличение? Я читаю, это как финальный стих. И сказал Давид Нафану, согрешил я пред Господом. Кратко, как в телеграмме. Не надо много отбиваться, не надо объяснять обличающему, обличающему, в чем он виноват. Не надо говорить, ты на себя лучше смотри. Как говорят, на свои колеса. Он сказал, согрешил я пред Господом. Все. Все. Правду сказал брат впереди меня. Иногда не надо выходить наперед. Не обязательно. Если твое сердце сокрушено. Мы можем принимать или слушать больших проповедников и проповедя, но если мы на личном уровне не способны принимать обличение, наше христианство очень мелким является. Больше сказать, оно является просто плотским. Мы не принимаем Божий елей. Мы закрыты для Божьей благодати, потому что хорошее мы принимаем. А все, что шлифует нас, как камни, мы встречаем в штыки. Согрешил я пред Господом, и сказал я на фан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Приятно это слышать. Особенно грешнику, который попал, кажется, в безнадежную ситуацию. Но тем не менее, оказывается, и для грешников есть выход. Но только при одном условии. Когда этот человек принимает обличение, и он искренен в своем покаянии. В людей или в людях бывает все наоборот. Они часто реагируют на обличение гневом. Они часто готовы убивать тех, кто обличает их, или указывают на их грехи и недостатки. Часто их жизнь христианская только в том, чтобы люди не узнали. Но это мелкое христианство. Пусть обличает меня праведник. Это лучший елей, который не повредит голове моей. Итак, будучи царем, Давид, он умел принимать обличение. Вот почему он был благословен у Бога. Он умел каяться. Он умел принимать обличение. Поэтому, заканчивая свою проповедь, я хочу заканчивать тем же стихом, который я просил, чтобы вы учили наизусть. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Послушайте, надо, чтобы земля горела там, где вступает грешник, делая беззаконие. Он должен попадать всегда в здоровое окружение, в такую атмосферу, когда ему делать грех будет крайне неудобно. И этому можем способствовать только мы. Мы одна семья Божья. Мы или допускаем грех в нашу среду, или же мы стоим щитом, оберегая дом Божий от всякого греха и разложения во имя Иисуса Христа. Запомните, многие грехи и преступления совершаются при молчаливом вашем согласии. И за это мы будем отвечать пред Богом. Бог в свое время скажет, ты это видел, но ты молчал, ты думал, что это должен делать пастырь, ты думал, что это делать должен кто-нибудь другой, но только не я, но только не ты, но ты должен знать, все, что происходит вокруг вас, это ваша персональная ответственность, и даже если вы не участвуете в бесплодных делах, даже не говорю о греховных, я говорю о бесплодных, о бесполезных вещах, даже если вы не участвуете в них, но молча наблюдаете за происходящим, вы становитесь невольниками, участниками всего происходящего, о Господи, помоги нам быть людьми не осуждения, но обличения, людьми не войны, но мира, помоги нам быть, Господи, сострадательными, помоги нам быть теми, которые несут твой свет и твою истину, я желаю вам от души, я желаю вам от всего сердца быть этими людьми, запомните, что общество, оно способно исправить любого человека, если общество живет правильной, богобоязненной жизнью, если вы живете в моих дом на краю, то есть мне все равно, что там происходит, вы на это закрываете глаза, то истина состоит в том, что вот эти крайние дома горят первыми, и не так важно, откуда начнется поражение, важно, чтобы мы вовремя ставили заслон, становились в проломе, это не вот должно войти в народ Божий, любой грех, он входит прикрываясь, прикрываясь так, что люди долгое время решают, это грех или не грех, и когда решили, что это уже не грех, они занимаются с этим, с увлечением, но Библия говорит, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, есть вещи, дела и занятия, которые не приносят ни пользы, не плода, но и обличайте, но и обличайте, но и обличайте, если обличающих будет один, десять, ситуация не изменится, если будет вся церковь, ситуация изменится радикально во имя Иисуса, если вы чувствуете, что это был Божий призыв к вам, и вы готовы что-то изменить в вашем жизни, в вашем окружении, то я вам просто оставляю последний совет, будьте мужественны и тверды, и вы увидите, что Бог будет делать в вашей жизни, когда вы сделаете замечание первый раз, люди будут шокированы, потому что они от вас этого никогда не ожидали, но пришло твое время, иногда твоих несколько слов достаточно, чтобы остановить целый мутный поток грязи и греха во имя Иисуса, пришло твое время, пришло твое время, пришло время Богу действовать, хорошо помолитесь, умиротворяйте свой дух, и обличайте во имя Иисуса, да будет имя Бога благословенно, и пусть и это слово принесет благословение и слушающим, и всей церкви, во имя Иисуса Христа. Аминь.